Необычные линии и изображения животных, которыми испещрено плато Наска в Перу известны во всем мире. Однако на севере страны в окрестностях современного города Пальпа также можно найти довольно много разных геоглифов. Обычно это композиции из человеческих фигур или существ. Исследователи считают, что это дело рук культуры Паракас, которая существовала с 800 года до до нашей эры. Если это так, то рисунки Пальпа, вероятно, были созданы до их знаменитых соседей, которые приписываются культуре Наска, существовавшей примерно с 1 до 650 года нашей эры. Соответственно, геоглифы Паракаса являются более древними. Даингская культура Паракас является одной из древнейших андских цивилизаций, существовавшей на территории современного Перу. Люди Паракас задолго до древних египтян научились бальзамировать своих усопших. Однако они не имели своей письменности, поэтому сведения об этой культуре крайне скудны. Пальпийский рельеф значительно отличается от рельефа Наска. На Пальпа большинство изображений расположено на плоских вершинах невысоких холмов. Само плато по площади почти в два раза меньше Наска, но количество рисунков на нем гораздо больше, и они намного сложнее и разнообразнее. Ученых поражают в геоглифах Пальпа следующие необъяснимые факты. Это идеальные геометрические пропорции, создание которых совершенно невозможно без научно разработанной системы координат и знания геометрических законов, а также уникальная техника исполнения, которая даже в наше время остается довольно сложно выполнимой. По своему типу рисунки делятся на геометрические фигуры и символические изображения, в которых улавливается сходство с людьми, животными и растениями. Подавляющую часть изображений составляют полосы и линии, которые пересекаются между собой, накладываются друг на друга или расходятся лучами. Ширина некоторых полос доходит до нескольких сотен метров, а длина порой достигает 20 километров. В то время, как на плато Наска обнаружен лишь один рисунок, изображающий человекоподобное существо, на пальпе насчитывается около 10 антропоморфных изображений, которые разнятся между собой как по размерам, так и по стилю. Человекоподобные существа имеют странные головные уборы в виде перьев и шляп. Иногда их головы венчает нечто, напоминающее округлый шлем или скафандр. Кроме того, существует несколько изображений животных и птиц. Все рисунки обладают разными размерами и выполнены с необычайным мастерством. На плато Пальпа находится также несколько уникальных рисунков, аналогов которым в мире нет. Прежде всего, это комплекс изображений, который местные называют эстрела, то есть звезда. Рисунок представляет собой три круга. Два малых и один большой в центре, соединенные друг с другом линиями в единую композицию общая, размер которой достигает километра. Центр композиции изображает правильную шестиконечную звезду, составленную из двух треугольников, в которые вписан двойной круг. В центре внутреннего круга расположены два пересекающихся прямоугольника, в которые вписан еще один квадрат, а внутри него – шестнадцатилучевая звезда. По всей композиции, подчиняясь непонятной нам логике, расположены круглые ямы. А окружности малых колец выполнены не линией, а цепочками таких же круглых ям. В центрах этих малых колец изображены восьмиконечные звезды. Не вызывает сомнения, что этот рисунок является одним из ключевых во всем комплексе Пальпа. Вот только его смысл остается скрытым от нас. Другое, не менее загадочное изображение находится всего в одном километре от звезды – это двойная спираль, сопряженная с волнистой линией. Местные жители называют композицию «солнечные часы» и уверяют, что в определенные дни лучи Солнца ложатся точно по основным осям изображения. В любом случае, даже не специалисту видно, насколько этот рисунок является математически выверенным. И само наличие этого геоглифа может стать ключевым моментом в разгадке Тайн Пальпы. Невдалеке от рисунка находится небольшое изображение головы человека с двумя то ли рогами, то ли перьями, а под ним – извивающаяся змея. Изображение змеи ни в Пальпе, ни в Наско больше не встречается. При этом мотив извивающегося гада типичен для древних индейских культур Перу. Помимо странных геоглифов, на Пальпе сохранились несколько древних сооружений, возможно, это остатки поселений инков или более ранних племен, некогда населявших плато. На данный момент не существует подробных карт, отображающих всю картину расположения геоглифов в этом районе. На сегодняшний день существует около 200 гипотез происхождения и предназначения загадочных рисунков, начиная от астрономического календаря и заканчивая посадочными полосами для межпланетных кораблей. Вопросов и загадок очень много, но в одном специалисты не сомневаются – строгие геометрические фигуры несут в себе закодированную информацию. Одной из самых интригующих загадок является следующий факт – это колоссальный объем работ по выемке грунта, который даже трудно себе представить. Ведь только одна из полос имеет ширину 200 метров, а протяженность – около 2 километров. Глубина же траншеи составляет от 30 до 40 сантиметров. А ведь таких полос и линий – несколько тысяч. Люди, трудившиеся на земляных работах, должны были испещрить все плоскогорье тропинками. Однако такие следы отсутствуют. Не менее загадочная и древняя технология нанесения изображений с ювелирной точностью. Линии и полосы тянутся на несколько километров, будто бы совершенно игнорируя особенности рельефа. Параллельность боковых сторон канавок и строгость их ориентации не нарушаются, даже когда линия пересекает перепады рельефа или поднимается на вершину холма. Даже подобную разметку при наличии современной геодезической аппаратуры произвести крайне сложно, а осуществить весь комплекс земляных работ довольно непросто. Складывается впечатление, что для создателей геоглифов не существовало особых проблем при расчерчивании пересеченной горной местности. Ни одна из существующих на сегодняшний день гипотез, пытающихся объяснить происхождение колоссальных геоглифов, не может дать вразумительного ответа на три главных вопроса – кем, каким образом и в каких целях была изрисована эта перуанская гигантская чертежная доска. В настоящее время ответственность за исследования и охрану комплекса геоглифов возложена на Перуанский институт культуры в Лиме, у которого нет достаточных средств на проведение геологических работ. Здесь необходима долгосрочная комплексная экспедиция, способная не только провести замеры рисунков, но и осуществить масштабные археологические исследования. На сегодняшний день правительство Перу закрыло доступ на плато. Вполне возможно, что обнаружены новые тайны загадочного и необъяснимого комплекса геоглифов Пальпа. Редактор субтитров А.Семкин